привет меня зовут дмитрий и вы смотрите канал пассиан шоу посвященные настольным соло играм сегодня я хочу начать серию видео в которых буду играть в игру ужас аркама карточная игра я буду проходить полностью весь сценарий который называется ночь фанатички у меня уже три видео снято по поводу игры ужас аркама карточной но та партия который играл в своем первом видео она была скорее такая пробная тренировочная демонстрационная сейчас я хочу пройти целиком весь сценарий и сколько это займет времени я пока сказать не могу надеюсь что немного но идея которая пришла мне в голову заключается в том что поскольку я все-таки себя не считаю специалистом в этой игре хотя я уже сыграл достаточно много партий плюсы имеющие в какой-то опыт игры в живые карточные игры но тем не менее каким специалистом опытным в этой игре я себя не считаю поэтому мне пришла в голову идея снимать видео таким образом что в определенный момент игры я буду оставлен останавливать процесс игры и предлагать вам поучаствовать в ней то есть какими-то советами идеями может быть вы где-то меня поправить и где-то я буду ошибаться в общем идея такая что буду снимать видео останавливаться и предлагать вам оставлять комментарии любые замечания приветствуются и я буду только благодарен если вы будете поправлять где-то мои ошибки сегодняшнего видео это подготовка к игре набор колоды итак давайте начнем прямо по сценарию ужас аркама карточная игра книга сценариев ночь фанатички упы и проголодались пятница 18 сентября 1925 года аркхам штат массачусетс конец долгого и на редкость жаркого лета в воздухе уже пахнет осенью но безжалостный зной и не думает спадать город охвачен тихой безмолвной злобы терпение горожан на исходе и за одну только прошлую неделю несколько раз приходили известия о яростных и жестоких потасовках вспыхнувших из-за какой-то ерунды и вот теперь джеймс хеккерсон сообщает что нашел у себя в амбаре расчлененный труп винить во всем погоду было бы слишком просто что-то не так с самим этим городом и дряхлый ясновидец вроде меня может сделать не так уж и много чтобы остановить его гниение но знамения говорят мне что несколько смельчаков вскоре обратят внимание на эти зловещие события и возьмутся за то чтобы все исправить я буду следить за их похождениями но не питая особых надежд таково вступление к этой книге сценариев подготовка к компании для всей компании нам нужно сделать следующее действие выбрать сыщика или сыщиков каждый игрок выбирает себе сыщика и записывает его имя в журнале компании все сыщики должны быть разными я конечно не решаюсь портить 10 книжку нам на задней странице на последней поэтому распечатал себе отдельный экземпляр и запишу себе имя игрока дима а сыщик у нас будет роланд бэнкс и он будет играть absent я решил играть салон я долго думал может быть сыграть за несколько сыщиков одновременно но в итоге решила сыграть за одного если хотите знать основную причину почему я решил играть все-таки за одного за несклюбия с часика это просто размер стала которой наиболее удобно позволяет мне снимать видео если размер будет больше а для двух сыщиков размер нужен больше то мне приходить придется делать больше Приготовление к съемке А это всегда очень затратно по времени И для такого длительного цикла съемок Который я задумал Это будет конечно проблематично Поэтому основная причина Почему я играю за одного сыщика Это то что просто мало места А так было бы конечно интересно сыграть за пару Кроме того есть еще мнение Что поскольку игроки между собой Могут меняться картами Но при этом друг другу не показывают их То с точки зрения Атмосферности происходящего Все таки играть за одного персонажа Одному человеку будет правильнее Не знаю уж придерживаться этого мнения или нет Тем не менее буду играть за Роланда Бэнкса Он у нас федерал Давайте почитаем про него Роланд всегда боготворил Регламенты правила Четкие инструкции на все случаи жизни Делали его работу агента бюро Ясной и приятной Однако в делах Порученных ему в последнее время Справочник федерального агента Оказался совершенно бесполезен Как ни старался Роланд Не нашел там указаний Касающихся неведомых тварей Порталов во времени и пространстве Или волшебных заклинаний Если бы Бэнкс не видел всего этого Собственными глазами Он никогда бы в такое не поверил А его начальство и подавно Остается только разобраться с этим самому Итак, сыщика мы выбрали Каждый игрок собирает колоду своего сыщика Для Роланда Бэнкса Положено брать следующие карты Здесь вот написано на его карточке Что у него размер колоды 30 карт В эти 30 карт не входят Обязательные карты Которые ему должны идти Вот у него есть револьвер Роланда Это одна карта обязательная для него Есть напасть Слабость Которая называется замести следы Это тоже обязательная карта В его колоде И плюс еще одна случайная базовая слабость Базовые слабости вот В колоде вот их сколько Здесь есть различные напасти Амнезии Паранойя Призраки Ипохондрия Психоз И есть различные негодяи Всякие детективы Которые вас преследуют упрямые Культисты Преступники Вот Это основные базовые Слабости которые есть Я сейчас при вас Выберу Ту слабость Которую Мы возьмем себе в колоду На эту компанию Есть мнение Что на эту карту До начала партии Можно не смотреть Есть мнение Что Можно на нее посмотреть Потому что Это ваши слабости Собственные слабости Вы наверняка знаете Итак Выбираю случайно карту И это Амнезия Я буду Обязан сбросить Все карты с руки Кроме одной На свой выбор Это неприятная карта Но тем не менее Она Попадает нам в колоду И Не входит в 30 Карт Которые мы должны Набрать Для Роланда Бэнкса Можно набирать Карты Хранителя Это вот такие Карты С Синей карты Со звездочкой Можно набирать Карты Искателя Синие карты Это основные Карты Роланда А Искатель Это вот второстепенные Это вот такие Желто-коричневые Карты Со значком Глобуса Вот таким И плюс Еще нейтральные Карты И здесь написано Какого уровня Они могут быть Для начальной Колоды Это все равно Будет Будут карты С нулевым Уровнем Уровень Вот здесь Обозначен наверху Это не цифры Которые А вот рядом С цифрами Такие точки Сейчас я найду Какую-нибудь Вот видите Здесь рядом С цифрой Точки Вот эту карту Мы пока Добавить не можем А вообще В колоде Роланда Могут быть Карты синего цвета Вплоть до пятого Уровня И желтые карты Вплоть до второго Уровня То есть В процессе прохождения Мы не сможем Приобрести вот эту карту Как бы мы ни старались В колоде Роланда Она оказаться не может Ну а пока Давайте разберемся Я в принципе Уже отобрал Карты Которые я хочу Поместить В ту колоду С которой мы будем играть Я начну С синих карт Оружие Мачете Пистолет 45-го калибра Союзники Это Сторожевой пёс И Патрульный Вот эта карта Актива Которая называется Первая помощь Она позволяет нам Лечить раны Я не очень хорошо Умею ей пользоваться Поэтому возможно Я её потом обменяю На более ценную Для меня Вот такой актив Который называется Физическая подготовка Она даёт нам Волю и силу При желании Уклонение Тоже даёт волю И ловкость И плюс ещё Можно уклоняться От атак Противника Интуиция Которая позволяет Находить Улики При победе Соперника Ну плюс ещё Даёт два символа В добавлении К интеллекту Которого у Роанда Немножко маловато Конечно Вот такая шикарная Карта Которая называется Взрыв динамита Наносит три раны Сопернику В соседней локации Или в вашей же локации Если вы самоубийца И вот такая Тоже карта Которая мне очень нравится Называется Мощный удар То есть вы её Применяете И это атака При успешном Прохождении испытания Наносит плюс Одну рану Сопернику Это то что касается Синих карт Теперь Из тех Карт Жёлтых Которые были Карт Искателя Я выбрал Вот эти пять карт Вот эти три карты Дедукция Сработавшая Предчувствие И лупа Актив Они позволяют Исследовать Локации Здесь у них Символы Интеллекта И они В общем Помогают Роанду Исследовать Локации Которые особенно В первом Сценарии Приходится Следовать Много Плюс Ещё есть Вот такая Карта Которая Тоже Добавляет Символы Интеллекта И плюс Ещё при желании Можно повысить Уровень Ловкости Ну и последняя Карта Жёлтая Которую я выбрал Баррикада Называется Вы можете Забаррикадироваться В той или иной Локации Я ей не пользуюсь Не очень-то я умею Ей пользоваться Но она Хорошо работает С помощью Вот этих Символов Можно себе Повысить Один из Нужных Уровень В тот или иной Момент Игры Так Это вот Жёлтая Карта И плюс Ещё Нейтральная Из нейтральных Карт Я выбрал Следующее То есть Я взял По два усилителя Каждого навыка Который здесь есть Это вот Карты Проницательность Пара карт Которые Прибавляют Интеллект Храбрость Которые Прибавляют Волю Превозможение Которые Добавляют Силу Ловкость Рук Которые Естественно Ловкость Добавляют Вот эти Карты Внезапная Атака Они могут Добавить Любой Уровень Потому что Эти карты Являются Универсальными Взял Две копии Карты Нож На мой взгляд Отличная Карта При сбросе Добавляет Плюс два К силе И наносит Плюс одну Рану Сопернику Две Карты Неприкосновенного Запаса При разыгрывании Этой карты Вы Добавляете Себе Три Ресурса Ресурсы Иногда Нужны Очень Фонарь Взял Одну копию Фонаря Тоже полезная Карта При исследовании Локации Добавляет Может добавить Интеллект А может снизить Неясность В той или иной Локации Итого Получается У нас Вот такой Набор Карт Давайте Посчитаем Раз Два Три Четыре Пять Желтых Карт Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Синих Карт И Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Двенадцать Четырнадцать Пятнадцать Пятнадцать Нейтральных Карт Итого, общая сумма 30, то, о чем и говорит нам карта Роланда, те требования, которые она нам предъявляет. В чем отличие от тех карт, которые рекомендуются в правилах игры, колоды для начинающих, и здесь есть список карт, которые рекомендуются для Роланда. Я из тех карт, которые там рекомендуются, убрал старинную книгу знаний, позволяет вам листать три верхние карты, убрал союзника библиотекаря-консультанта, он позволяет найти книгу-актив. Книгу-актив, единственную, которая в его колоде предлагается, я тоже скинул. Плюс убрал вот эту карту, которая называется Разум сильнее плоти, она позволяет использовать интеллект вместо силы и ловкости. Убрал я ее. И плюс еще предлагался одна копия фонаря, то есть две копии фонаря в колоду Роланда, я оставил только одну копию, просто пожертвовал ей ради других более нужных, на мой взгляд, карт, хотя эта карта фонаря хорошая. И плюс еще избавился от союзника доктора Милана Кристофера. Это хорошая карта, хороший союзник, мало того, что он добавляет один интеллект, плюс еще позволяет получить ресурс, когда вы проходите, с того, как вы успешно исследуете ту или иную локацию. Но в моих партиях получается так, что у меня для этого союзника не остается места, потому что одновременно в игре могут принимать участие всего только один союзник, и обычно Кристофер, если он в начале выходит, то да, он более-менее полезен, но потом его приходится заменять на либо патрульного, либо вторжевого пса. Вот. Такие карты я выбрал. Это, получается, наша колода. Смотрим, что у нас здесь дальше. Выберите уровень сложности. В карточном ужасе Архема 4 уровня сложности. Легкий, обычный, сложный и экстремальный. Я буду играть с вашего разрешения на обычном уровне сложности. И под это дело я подбираю жетоны. Жетоны Хаоса. По поводу жетонов Хаоса я должен с вами посоветоваться, потому что сейчас существует очень много приложений различных для мобильных устройств, которые позволяют нам отказаться от этих жетонов и использовать мобильные устройства в качестве вот этого мешка. Вот пример одного из таких приложений. То есть он называется Архем Хаос Бэк. Здесь вы можете выбирать тот или иной сценарий, выбирать ту или иную его часть и выбирать уровень сложности. В зависимости от уровня сложности вот меняется набор жетонов. И все. После этого вы можете уже играть. Вам достаточно провести по экрану для того, чтобы у вас появился на экране новый жетон. Здесь даже идут пояснения, что этот жетон означает в том или ином сценарии. То есть довольно удобно. Но помимо этого я недавно, буквально на днях, сделал небольшой апгрейд для своей игры и приобрел вот такие вот прозрачные пластмассовые капсулы для жетонов. Это нумизматические такие наборы для монет. И они хорошо подходят для жетонов. Для того, чтобы наши картонные жетоны не портились, не стирались. Вот такие вот пластмассовые капсулы. И вот готовый набор в мешке. Я могу доставать эти капсулы оттуда. Пока я еще не решил, что я буду использовать во время записи жетоны или мобильные приложения. Но тем не менее, можно считать, что набор жетонов хаоса у меня готов. Все. Теперь игроки могут начинать подготовку к первому сценарию встречи. Часть первая. Встреча. Вы с товарищами расследуете странные события, происходящие в вашем родном городе Аркхене, штат Массачусетс. За последние недели несколько горожан таинственно исчезли. А недавно в лесах были обнаружены их трупы, растерзанные и обглоданные. Полиция и газеты винят во всем дитих зверей, но вы уверены, что дело не в них. Вы собрались в доме ведущего сыщика, чтобы обсудить эти зловещие события. Подготовка. Соберите все карты из следующих наборов контактов. Встреча, крысы, упыри, охваченные страхом, древнее зло и пронизывающий холод. Эти наборы отмечены вот такими символами. Вот все нужные карты. Итак, это встреча, это крысы, это убыри, охваченные страхом, древнее зло и пронизывающий холод. Это колода, с которой мы будем проходить первую часть нашей кампании, которая называется встреча. Все эти карты мы перемешиваем. Сначала мы должны отделить. Здесь написано, отложите в сторону карты Упырь-Жрец и Лолита-Чентлер. Мы их найдем. Лолита-Чентлер и Упырь-Жрец. Мы их откладываем в сторону, а все остальные карты перемешиваем. Также мы перемешиваем всю нашу колоду. И введите в игру локацию Кабинет. Вот наши карты Сцен. Карты Замыслов. И Кабинет. Карты Гостиная, Подвала, Чердака и Прихожая тоже пока откладываются в сторону. Вместо мини-карты Роланда я, с вашего разрешения, опять же буду использовать Миппл, чтобы не занимать место на столе. И буду помечать локацию, на которой присутствует наш персонаж. Все. Жетоны тоже готовы к игре. Все теперь, в принципе, готово к партии. Начало самой партии будет уже в следующем видео. А до того момента я бы хотел услышать от вас комментарии по двум основным моментам, которые меня сейчас интересуют больше всего. Во-первых, как вы относитесь к той колоде, которую я сделал. Если вы в этом разбираетесь, выскажите свое мнение. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, какую-то карту вы мне посоветуете убрать или наоборот добавить. И второе, это по поводу жетонов. То есть, все-таки, что лучше, использовать мобильное приложение или использовать пластиковые капсулы, которые я проапгрейдил таким образом свою игру. На этом у меня все. До скорых встреч на канале Пассиан Шоу. С вами был Дмитрий. Играйте в настольные игры. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok